Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 7 минут. Засекайте. Ремонт с приключениями. Суд Кличевского района рассмотрел дело нечистого на руку индивидуального предпринимателя. От действий мастера пострадали 18 человек. Какой приговор? Авария на строителей. Во второй полосе столкнулись сразу 4 легковушки. В чем причина происшествия? Домашнее насилие. Мужчина избил мать инвалида. На него завели уголовное дело. Что светит фигуранту? И национальная трагедия в Ливане. Число погибших в порту Берута возросло до 78 человек. Первые версии следствия. Брал предоплату, а после не выходил на связь. В суде Кличевского района рассмотрели дело нечестного индивидуального предпринимателя. Мужчина занимался ремонтом квартир. По словам пострадавших, брался за любую работу. Выполнял заказ, спустя рукава, плитку клал неровно, стены после выравнивания оставались кривыми. Мастер лишь в некоторых случаях исправлял недочеты, но чаще всего переставал выходить на связь. В основном так называемый специалист брал заказы в Бобруйске и некоторое время провел в столице. По данным правоохранителей, от его действий пострадали 18 человек. По информации следствия, мужчина брал у клиентов предоплату в размере 50%, заключал договор, по которому в случае отказа деньги не возвращались, и, выполнив работу, кое-как исчезал. Некоторые работы он так и не довел до конца. На индивидуального предпринимателя завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Эксперты Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз провели судебную строительно-техническую экспертизу работ мастера и выяснили, что в некоторых случаях ему заплатили куда больше, чем стоила его работа. Уголовное дело рассматривалось в суде Кличевского района, который признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде трех лет колонии усиленного режима. Кроме этого, ему придется возместить моральный и материальный вред всем пострадавшим. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Попала под колеса на Минской, лимузин наехал на пешехода. Кадиллак поворачивал с Октябрьской, женщина переходила дорогу по зебре на зеленый. Водитель авто не успел затормозить и сбил человека. Пострадавшая получила ушибы и ссадины, помощь медиков не понадобилась. В ГАИ проводят проверку. На Светлогорской седан сбил пьяного пешехода, авария произошла ночью. Мужчина шел по краю проезжей части. Девушка на Фольксвагене ехала в ту же сторону, не заметила и задела прохожего. На место происшествия прибыл экипаж ГАИ и карета скорой помощи. Инспекторы выяснили, пострадавший прописан в Бобруйском районе, в поселке Туголица, и прогуливался по дороге с повышенным содержанием алкоголя в крови и без фликера. В результате ДТП мужчина получил травмы, его госпитализировали. Два сгоревших авто за день. Конец прошлой недели выдался для бобруйских спасателей жарким. Сначала вспыхнула легковушка в гараже на Октябрьской. Пламя охватило весь автомобиль и гараж. Фиат Уно сгорел полностью, огонь уничтожил 20 квадратов потолка, пострадало другое имущество. У бензобака хозяин гаража, как сообщается, проводил сварочные работы. В результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ произошло загорание автомобиля с последующим распространением горения по сгораемым материалам гаража. Ближе к вечеру на пульт спасателей поступил похожий вызов. Телуши тоже горела легковушка. Хозяин успел потушить огонь самостоятельно. Языки пламени повредили салон, багажник, бампер, заднее стекло автомобиля. В результате нарушения правил эксплуатации электросети и электрооборудования произошло загорание в багажнике автомобиля Ауди 80 1987 года выпуска. В обоих случаях в огне никто не пострадал. Пьяный бобруйчанин избил собственную мать. По версии правоохранителей мужчина выпивал, после решил пообщаться с матерью. Женщина на руках удостоверения инвалида. Диалог перерос в словесную перепалку. Дебошир не ограничился бранной речью и пустился с представительницей слабого пола в рукопашную. В милиции выяснили, задержанный нигде не работает. За его плечами несколько административных правонарушений. Стражи порядка возбудили уголовное дело. В Бобруйском районе обнаружили утопленника. Трагедия произошла на реке у деревни Горбацевичи. 44-летний мужчина прыгнул в воду с небольшого самодельного моста. Предположительно ударился одно. Позже стало известно, что погибший был пьян. Легковушка сбила пешехода на нерегулируемом переходе. Гольф выехал с Красноармейской на Октябрьскую. Бобруйчанин пересекал проезжую часть по Зебре недалеко от местного рынка. Водитель его не пропустил, пешеход угодил под колеса. Мужчина получил травмы, но от госпитализации отказался. По факту ДТП проводится проверка. На проспекте строителей столкнулись сразу четыре легковушки. Авария произошла с утра. У машин повреждены капоты, бамперы и багажники. Авто перегородили вторую полосу. И все же общественный транспорт проезжал свободно. На место происшествия выехал экипаж ГАИ. Инспекторы проводят проверку. Число погибших при мощном взрыве в порту Бейрута возросло до 78 человек. По данным Ливийского Минздрава, около четырех тысяч получили ранения. Многие пропали без вести. Тела из-под завалов обрушившихся зданий продолжают извлекать до сих пор. Сведения пострадавших белорусов нет. Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Половина зданий города получили дефекты. Премьер-министр страны назвал причиной ЧП ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Химикат пролежал в хранилище около шести лет. В связи с трагедией в стране объявили трехдневный траур. Президент, в свою очередь, собирает правительство на экстренное заседание, чтобы, возможно, объявить чрезвычайное положение на две недели. Это была «Сирена». Больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и соцсетях. Я Владислав Боев. Увидимся.